Больше месяцев в канализационных нечистотах вынуждены были проживать жители Черноморского казачества 129. Фекалии доходили до порогов одесситов. Нормально передвигаться по двору было невозможно. С потеплением вонять нечистот стала вовсе невыносимой. Она распространялась по всем квартирам. Жить в таких нечеловеческих условиях, да еще и с малолетними детьми, жильцы уже не могли. Поэтому за помощью обратились в Центр защиты одесситов. У меня 8 детей, и мы из-за вот этого, то, что творится во дворе, я не могу вывести детей на улицу. Они не могут погулять нормально. Стирку мы не можем сделать, потому что стирка детская, она пропитывается канализацией. Дети страдают от этого. Звонили в ДЭЗНАШ, звонили в горканализацию, обращались на горячую линию мэра. Все обещают помочь, но это уже творится полгода. Причиной затопления был залом в канализационной линии, которая проходит через ряд домов и школу. Буквально вот такая вода у нас больше месяца. Куда мы не обращались, никто внимания не обращает. Канализация забита от двора и до богатого, включая школу и вот этот ванизм. Проблема с канализационной линией в этом дворе существовала больше 10 лет. Из-за залома подобные затопления происходили регулярно. Временные меры, которые предпринимали коммунальные службы, результата не давали. До нашего вмешательства многие чиновники просто отказывались слышать людей, придумывая различные отговорки. Самое главное, что есть ответ районной администрации о том, что течи не выявлено, да? А такая вонь. Пусть председатель может поедет сюда проверить. ДЭЗ всегда отправляет к начальнику. Мы сейчас с вами поедем в ЖКС Пересовский к начальнику и будем там разговаривать. Это куда? На Сахар? Да, да. Они отправляют сюда, на Яромарочную. Какая разница, куда они отправляют. Они должны ответить, какие работы будут делать, чтобы как-то с этим справиться, с этой бедой. Пусть разбираются. Спастись от текущей канализации дети, проживающие под Черноморского казачества 129, не могли даже в своей школе. По территории учебного заведения, так же, как и в окрестных дворах, плавали фекалии и стояла невыносимая вонь. Сейчас мы находимся в 66-й школе. У нас одна и та же канализационная система. И вот посмотрите, что творится. То же самое вонь, то же самое. Вот просто это ужас. Сюда ходят дети, тут учатся. И вот в таких условиях находятся дети. Для того, чтобы разобраться, какие шаги были предприняты руководством школы для решения этой проблемы, мы обратились к директору 66-й школы. У нас во дворе проблема, которая не только у нас, а в соседних дворах. Это затопление канализации. Естественно, это у нас находятся дети. Это и санитарное состояние двора. Я, как директора, обращалась и Винфоксводоканал, департамент. Образование тоже делает все возможное. Но пока ответа мы никакого не получили. Чтобы выяснить, на каком этапе находилось решение проблемы с канализационной линией, причиняющей неудобства сотням людей, правозащитник Алексей Асауленко отправился в ЖКС Пересыпский, где пообщался с его директором Юрием Терещенко. Черноморского казачьего 129, там затоплен двор. И недалеко еще находится школа 66-я, тоже затоплен двор. Люди обращаются, и ничего не происходит. Непосредственно проблема состоит в том, что на улице Атамада-Головатого есть коллектор горканализации, который забит до сих пор. В течение месяца эта ситуация длится. Они в этом в курсе. На данный момент, в субботу, если вы были здесь, но люди знают, они пытались промыть эту канализацию, выбыл машинок рот, бочки и все остальное. К сожалению, у них не получилось. На данный момент они уже наняли подрядную организацию, которая будет выполнять работы по раскрывать Головатого, делать прокол, либо же устанавливать дополнительный люк. По срокам проведения работы, когда будет проведена? Сегодня, завтра подрядная организация должна приступить. В течение нескольких дней после нашего визита в ЖКС работа закипела. Силами инфоксводоканала была проделана масштабная работа по замене части труб, где образовался залом. На данный момент все работы закончены. Канализация даже в дождливую погоду сходит как положено, больше не образовывая зловонных луж. Большое спасибо каналу и передаче, что побеспокоились и решили нашу проблему. Да, проблема решена. Стоки ушли. Там было на Богатого, где вот этот был излом разрыт. Проведены работы. Большое спасибо Центру защиты Одесситов, которая приехала и сняла наш двор полностью залитый канализацией. На данный момент мы видим, что работа сделана, и дети могут спокойно гулять по улице, канализация спокойно сходит, и мы очень даже рады и довольны. Большое спасибо. Обвалившаяся штукатурка и мокрые пятна на стенах. Это дом на фонтанской дороге 16-1. Мария Николаевна живет в этом доме почти всю жизнь. Она рассказывает, во время дождя зайти домой и при этом остаться сухим просто невозможно. Вода рычьем стекает по стенам и лестнице. Здесь же расположен и электросчетчик. В любой момент его может замкнуть. Когда начинается дождь, во-первых, сразу начинаются углы вот там мокрые по стенам, течет вода, и вот они полосы, видно, как оно течет тут. А тут вообще обваливается. Тут еще электросчетчик. У вас же может быть... Да, тут скоро будет... Тут прямо на электросчетчик льется вода. Короткое замыкание, останетесь здесь. Та же ситуация и в третьей парадной. Пошло сюда, и мне страшно. Здесь же электрощитки. Так я вижу, что тут может вот прямо кусками отвалиться вот это сейчас. Кусками отваливается, да. Я сделала заявку и сказала, что вот это страшно. Заливает и квартира одесситов. У Степана Степановича на потолке вокруг плитки сырые пятна и плесень. Но видно, что течет и не один год. Да. На стол прямо кап, течет ручья. Вот на кухне. Жильцы этого дома уже делали ремонт кровли за свой счет. Сегодня такой возможности у этих людей нет. Поэтому они еще в октябре написали коллективное заявление в ЖКС Вузовский. Однако ответа они так и не дождались. Отвечать на обращение одесситов руководство коммунсервиса считает необязательным. Жильцам дома ничего не осталось, как обратиться за помощью в Центр защиты одесситов. Взбираемся на крышу. А здесь хаос из проводов. Ну вот очередная одесская крыша, где с кабелями все в порядке. Привет инженерным сетям одесским, коммунальному предприятию. Может пора начать наводить порядок? В самом шифере мелкие трещины. Щели видны и под жестью. Вот жители дома нам рассказали, что они 10 лет назад проводили ремонт за свои деньги. И сейчас, видимо, все-таки этот ремонт уже пришел в упадок. И надо уже все-таки ЖКСу подключиться и провести работы. Потому что где-то отстало, где-то потрескалось. Я не думаю, что это большие какие-то вложения будут денежные. Просто нужно к людям повернуться лицом и помочь им устранить эту течь. Чтобы решить эту проблему, правозащитник Алексей Сауленко отправился в ЖКС Вузовский. Обратились к главному инженеру, который сразу заявил, дом якобы уже внесен в план на текущий ремонт кровли. Его проведут в мае. Фонтанская дорога 16-1. Там проблемы с крышей. Обращались еще в октябре к Зурабушоне. И даже им пообещали, что все сделают. А мы сегодня были там. Первый и третий подъезд. Все очень плохо. Течет электричество прямо на распределительные щитки. И обваливается уже даже потолок в подъезде. Надо принимать меры какие-то срочно. У нас этот дом есть в плане текущего ремонта на мае месяц. Материал туда заказан. И при устойчивой, хорошей погоде у нас уже в планах, чтобы отремонтировать первую, третью парадную, где течет. Поэтому я не знаю, почему человек не дожидается. Ну, наверное, любит по телевизору, чтобы быть популярным. Это верно. Я думаю, что человек не дожидается, потому что с ним никто не связался. И никто ему не сказал, что это должно произойти. И если во всем доме не знают об этом, то, наверное, это вы виноваты, а не человек, который там живет. Ну, скажу одно, то, что в плане у нас есть. Мы будем обязательно выполнять эту работу. И течет там не будет. В мае месяце. Центр защиты одесситов проследит, чтобы здесь выполнили свое обещание и не оставили одесситов мокнуть в своем же доме. Субтитры создавал DimaTorzok